За последние дни мы увидели несколько накалившуюся обстановку, мягко говоря. Мы увидели визит Нэнси Пелоси, мы увидели протесты в Армении, которые призывали отойти от России и покинуть ОДКБ. Мы увидели заявление Нэнси Пелоси в поддержку Армении. Мы увидели реакцию Министерства иностранных дел Азербайджана, которое назвало это заявление и слова Нэнси Пелоси скорее проявлением внутриамериканской политики, чем внешней политики Соединенных Штатов Америки. Очень много всего. Мы увидели, что состоялся ШОС, и была какая-то надежда перед ШОС, по крайней мере об этом писали некоторые аналитики, что, возможно, будет продвинуться как-то и Азербайджан, и Армения, и к какому-то двустороннему мирному соглашению. Ничего этого не случилось на этом этапе. Поэтому, если позволите, давайте немного поговорим об этом, что происходит и какую роль во всем этом играют Соединенные Штаты Америки, Россия, Турция и не только. У вас такой глобальный вопрос, и я надеюсь, вы мне дадите возможность спокойно, подробно на это ответить, потому что, на самом деле, эта тема в той или иной мере проходит через призму Украины. Вообще, все, что сегодня происходит в мире, оно должно анализироваться в первую очередь через то, что происходит сегодня после начала агрессии России против Украины. Это и большие геополитические процессы, и это иногда локальные конфликты, которые или продолжаются, или в замороженном состоянии, которые были, они вдруг вновь начинают активизироваться. Это и Средняя Азия, вы видите, Киргизия, Таджикистан, где-то Армения, Азербайджан, и это вполне может быть и завтра и Молдова с Приднестровьем, это может быть и Грузия. То есть это в зависимости от фазы противостояния России и Украины и куда это будет двигаться. Мы должны это понимать, и поэтому и те, кто живут в разных странах, которые вы подчеркнули, они также и должны относиться, я имею в виду, в первую очередь, общественное мнение и людей, которые выходят публично и в экран, потому что это большая ответственность, выходить публично в экран и разговаривать. Вот, например, я живой свидетель, я долгие годы на ваших каналах выступаю, но с 24 февраля я каждый день в окопе информационной войны и на вашей стороне, вот своим словом, стараюсь довести до сведения мировой общественности и, в первую очередь, поддержать украинскую общественность, расшифровывать все, что происходит и где риски для Украины, также заложены эти мины и на что надо обращать внимание, что надо нейтрализовывать, потому что я вижу и ошибки в этой области точно так же, особенно касательно, например, Азербайджан-армянского конфликта, который вот сейчас вновь активизировался. Поэтому я по порядку вот пройдусь, включая визит на НСПЛОСИ, чтобы было понятно, что я имею в виду. Ну, во-первых, если мы говорим конкретно о том, что сначала пойдем, что же случилось вот в эти два дня и почему такое большое количество жертв? Я буквально 31 августа у меня на странице, уважаемый Людмила, вы можете посмотреть, и зрителям, если интересно, на Фейсбуке это есть, ровно две недели назад, точнее 31 августа, когда была последняя встреча в Брюсселе между Шаром Мишелем и лидерами Азербайджана и Армении, я тогда текст написал по возвращении, когда переговоры закончились, что если Армения в очередной раз после встречи в Брюсселе не начнет действовать в предметной плоскости, продвигаться в сторону подписания мирного договора, о чем они там встречаются, уже четыре раза встречались, и как раз-таки тема этой встречи, именно для этого и Шарль Мишель, как один из руководителей Евросоюза, для этого именно занимается этим вопросом. И если не будут сделаны конкретные шаги в этом направлении, в сторону мирного договора, то будет новая эскалация. Это я сказал буквально за две недели до этой эскалации. И эта эскалация произошла, потому что на самом деле он говорит нам одно, приехав в Армению, он говорит другое. А Пашиняне сейчас говорит? Да, я говорю о лидере Армении, Пашиняне, потому что в Армении не все так спокойно, и в Армении ситуация, конечно, аховая, и там огромное количество, это как у нас в фильме есть такой известный, комедийный, у невесты два жениха там в этом фильме было, а здесь у невесты четыре жениха в Армении. Россия, Иран, Франция и Соединенные Штаты. И Франция и Соединенные Штаты это в лице армянской диаспоры большой, который влияет в той или иной мере на политический истеблишмент. И исходя из этого, будоражится общественное мнение, и общественное мнение, которое его в принципе поддерживает, которое его избрало, вот, но очень сильны пророссийские силы, очень сильные такие силы, которые не заинтересованы в подписании этого мирного договора. И вот как раз-таки это вполне возможно могло произойти вот эта эскалация и вне воли того же Пашиняна, потому что он не все там контролирует. Вот, если бы он все контролировал бы, давно бы этот мирный договор он сам и подписал, потому что он так и после этой эскалации, вот буквально, да, он вышел на трибуну парламента и сказал, я готов подписать документ, если за это даже меня будут называть предателем, там, и так далее, и тому подобное, но я готов для того, чтобы подписать мирный договор со взаимодействием. То есть, раз он это заявляет уже вот в такой ситуации, после этого вот пошли определенные митинги, он хотел сказать, что я тут ни при чем, но если ты ни при чем, выйди и скажи, что произошло на границе, и почему такое количество жертв, потому что, понимаете, здесь Азербайджан тоже понес количество, 79 человек погибло с азербайджанской стороны в одночасье, таких жертв с азербайджанской стороны за последние два года не было, потому что у Армении нет этих возможностей. Значит, надо задаться вопросом, что же на самом деле произошло? И вот очень многие, которые ангажированные, которые с симпатиями и антипатиями отходят, так называемые эксперты, которые спекулируют на этой тематике, они не разобираются, они просто выдают желаемое за действительное. А произошло совсем другое, и поэтому такой жесткий был ответ со стороны Азербайджана. Ну, вот дело в том, что, вот смотрите, я буду параллель проводить с Украиной, это очень важно. Вот Азербайджан делает все то, что делаете сегодня вы, но вам еще это не удается. Азербайджан уже вышел к границам Армении и Азербайджана после двухлетней войны. То есть эта территория была оккупирована 30 лет, 30 лет. У вас она оккупирована 8 лет. Вы не вышли к границам России со стороны Донецка, Луганска, да, вот со стороны Донбасса, вы ее не контролируете. И у вас нет делимитации, демаркации с Россией. У Азербайджана с Арменией 30 лет также ее не было. И анклав Карабах находится в середине. Так Армения 30 лет назад, благодаря России, захватила этот сам Карабах, и вот 7 районов, типа как 7 Донбасса, да, 7 Луганска, 7 Донецка, вот таких вокруг этих районов. И вплоть до границы с Арменией. И не было границы никакой. Но теперь во время Второй Карабахской войны Азербайджан освободил часть территории Карабаха, часть территории, то есть южную ее часть, северную, осталась пока под контролем русских миротворцев, так называемых. А все эти буферные зоны, она полностью освобождена, включая до границы. Но границы не делимитированы, не демаркированы. Азербайджан предлагает начать по картам 91-го года, да, 25 декабря, когда развалился Советский Союз, Азербайджанская Республика, Армянская Республика. То есть на основании этих карт приняли их в Организацию Объединенных Наций. Так же, как и вас приняли в Организацию Объединенных Наций с Крымом и с Донбассом. Это ваша территория. Но вот вы 8 лет теперь, это находится под оккупацией, вы еще не вышли к границам России. Азербайджан вышел к границам России. Вот когда вы выйдете к границам России, у вас будут те же самые проблемы. То есть вы представьте себе, Армения, Армения, та же Россия, например, она скажет, нет, граница здесь должна быть, граница здесь должна быть. Или же мы должны заботимся об судьбе русского населения там в этом Донбассе и так далее. Мы должны иметь дорогу. Или мы должны беспрепятственно проходить, возвращаться. Вот это все касательно Донбасса. Они будут так же заявлять. Они и сегодня это заявляют. Поэтому, а теперь, и то же самое происходит на этой территории. Азербайджан говорит, давайте заключим мирный договор. Из пяти пунктов. Мы признаем территориальную целостность друг к другу. Без претензий. Мы не к вам. Армяне говорят, нет. Мы должны решить вопрос статуса на горных углах. Карабах вопрос закрыт. И не имеет к вам никакого отношения по юридическим документам. Вы можете беспокоиться о судьбе армян, которые там, как они будут жить мирно или что. Но пока они охраняются этими русскими миротворцами. Да, еще два с половиной года там они будут. Надо думать о реинтеграции. О каких-то юридических моментах разговор не может идти. Точно так же, как русские будут говорить, что ДНР, ЛНР. Типа, да, они должны мы решить. Это государственный статус. Это независимость. Что-то в этом роде. Похоже, стопроцентно один к одному. Вот многие на украинских каналах это не говорят, не разбираются. Или не хотят на эту тему говорить. Так вот, что происходит. Теперь нет делимитации, демаркации. Они не идут на эту делимитацию. Они не идут на подписание этого договора. И теперь Азербайджан, так как он понимает вот этот 91-й год, так как он понимает эту границу, он занимает ключевые высоты вокруг этой границы. Там нет русских миротворцев. Русские миротворцы находятся на территории Карабаха. Там противостоят две армии друг к другу. Так Армения стала минировать эту границу, чтобы Азербайджан не занимал какие-то высоты. То есть они по-своему тоже минируют эту границу. То есть у нас граница вот так. Там же есть ключевые высоты, выгодные высоты. То, что должно интересно той или иной стране. Так вот, ночью врасплох, и казармы там находятся, и тех, и других, такую расплоху застали азербайджанцев как раз-таки в казарме. И поэтому вот такое количество погибших, да, 79 человек с азербайджанской стороны, по последним данным, как будто бы погибло. Ну, естественно, Азербайджан наехал по полной программе, потому что возможности Азербайджана с севера на юг, вы знаете, азербайджанская армия в каком состоянии, в каком состоянии армянская армия. И, естественно, Азербайджан выгнал их со всех этих позиций, наказал, и занял определенные ключевые позиции. То есть здесь локальный конфликт приграничный, конкретно то, что причиной этого нет делимитации, нет демаркации. Это вот касательно этого. И я наблюдаю на украинских каналах, уважаемую Людмилу, вот смотрите, в последнее время в огромном количестве, и вот, например, политология, основа политологии, это история и социология, это основа. К социологии вот идет мониторинг, да, понятие. Вот я по своей работе занимаюсь мониторингом, американские службы, средства СМИ, украинские, русские, азербайджанские, армянские. И вот я наблюдаю, я замечаю, например, когда война началась в Украине, во всех азербайджанских СМИ, во всех, включая на моей страничке также, украинские флаги. И по сегодняшний день все азербайджанское общество поддерживает вас. Азербайджанское общество вполне рассчитывает на то, что вот то, что я вам рассказываю, вы все прекрасно понимаете. И когда это произошло, 11, вот, 31 августа, первая эскалация, точнее, в начале августа, первая вот эта эскалация, а потом вот сейчас эта эскалация, я наблюдаю на каналах, и посмотрите, выходит, что говорят. Выходят известные люди, известные журналисты, а иногда, к сожалению, выходят и политики высокого ранга, тот же секретарь Совета Безопасности, уважаемый господин Данилов. Вы представляете, он что сказал? Он сказал о том, что, когда его спросили, что там происходит, он говорит о том, что это Азербайджан делает на той территории, военные действия происходят на той территории, которую Азербайджан считает своей. Теперь, если секретарь Совета Безопасности Азербайджана выйдет и скажет, что происходит нам в районе Харьковщины, что происходит в районе Донбасса, скажет, Украина сегодня делает то, что на той территории, на той территории, которую она считает своей. Или Крым, или Донбасс. Это же не возбудоражит украинское общество. Вы такого по сегодняшний день со стороны азербайджанского общества официальных лиц не слышали и не услышите. И с моих уст никогда это не слышали. Но это, посмотрите, сегодня уже идет этот негативный шлейф в азербайджанском обществе. Нарастает. И ко мне обращаются. Вы там выступаете, вы говорите, защищаете Украину, а Украина сегодня выступает с антиазербайджанских политиков. Но это не называется вся Украина. Есть, да я имею в виду, средства массовой информации. Иногда те, кто не ориентируется. Или вот те, кто выходит на каналы и проталкивает эти российские нарративы. Правильно сказал ваш замминистра обороны Ганна Майер. Она очень грамотно сказала о том, что, и я это каждый день на ваших каналах говорил, о том, что нельзя хороших русских не бывает в данной ситуации. Вы должны понимать, какая идет война. Потому что вот и Пугачева, и все остальные, которые сегодня держатся в том обществе, типа Познер и все остальное. Это для того, чтобы завтра Западу показать, что не все тут такие, да, нехорошие. У нас же есть хорошие, вот они остались в стране, никуда не уехали. И это для того делается, чтобы для того эти хорошие русские вдалбливали Западу, что надо работать. Не надо вот так наезжать на ту же Россию. Это во время Медведева так было. Приезжали сюда и сделали вот эту перезагрузку. Это информационная война. И теперь конкретно вот этой тематике, да, локальной. Сегодня кто-то хочет столкнуть Украину и Азербайджан, Украину и Турцию. А задайтесь вопросом, сегодня на стороне Украины кто находится? Армения или Азербайджан? Кто находится в ДКБ? Кто встречается с Путиным во Владивостоке и обменивается тем, что сотни тысяч русских сегодня находятся в Армении и бизнес, и айтишники, и все остальное? Их в Азербайджане нету. Их в Азербайджане нету. Я хочу, чтобы вы это понимали. И к чему я это веду? И кто вам дает регулярные гуманитарные помощи? Как Азербайджан относится с 2014 года к вашей проблеме? Кто находится в Гуам, Грузии, Украина, Азербайджан, Молдову? У нас же одна проблема. Крым, Донбасс, Абхазия, Осетия, Южное Приднестровье, Нагорный Карабах. Это же надо понимать, что мы в одном окопе. А получается, что значит, страна, которая поддерживает агрессора, который напал на вашу страну, сегодня пользуется поддержкой определенное количество журналистов, известные люди, российские вот эти либеральные оппозиционеры. И здесь крокодилово слезы льют про тому, что там происходит на армяно-азербайджанской границе. И вот теперь я прошелся по ним. Теперь я возвращаюсь к Нэнси Пелоси. Это американка. Почему Нэнси Пелоси сегодня приехала в Армению? А теперь вспомните, зачем она ездила в Тайвань. И сегодня на эту тему вообще никто не говорит. Тема сошла. Я был в вашей студии, я был в других студиях, и я сказал, это предвыборный пиар, когда она поехала в Тайвань. Это политическая провокация. Вы живой свидетель, я это говорил. И в результате того, что она добилась, спровоцировала, спровоцировала Китай, который мы хотим, чтобы он был лояльный в войне России и Украины. Да? А зачем эти провоцировать? Значит, ей нужно было заработать голоса в тех штатах, чтобы показать, что мы не боимся Китая. Вот мы такие смелые, потому что демократы всегда во внешней политике слабее были республиканцев. Они сильны во внутренней политике. И надо было показать, что мы во внешней сильные. Китая не боимся. И убили Аль-Завахири, если она так же, как в свое время и Берлладера. И теперь Нэнси Пелоси, конгрессмен из Калифорнии, который выбирает многие годы, многие годы, армянская диаспора, приезжает в Армению вместе с другим конгрессменом армянского происхождения. То есть, типа Виктория Спарт, которая украинского происхождения, которая вот точно так же ляпает антиукраинские заявления. Вот точно так же приезжает другой конгрессмен и еще представитель армянской диаспоры. И они приезжают туда для чего? Потому что Конгресс они проигрывают. Нэнси Пелоси через два месяца не будет спикера. Ее просто не изберут, потому что там должно быть большинство, да, 50 плюс 1. У демократов не получается. Поэтому этот последний удар, вот она и в Тайвань, и сюда, вот это все внутриполитические разборки здесь. Потому что завтра, когда через два месяца, ее не изберут, и тема будет закрыта, тогда в сухом остатке вы увидите ноль. Потому что Армения от этого ничего не выиграет, потому что у Соединенных Штатов нет предметных рычагов влияния на это. Им это и не надо. Они даже не хотели заниматься вашей территорией. Это вы заставили их сегодня заниматься Украиной. Вспомните, что говорили здесь в администрации полгода тому назад. И что происходит сегодня. А там, на Южном Кавказе, у них рычагов влияния на это нет. Более того, ежели Америка, как они говорят, хотят выдавить Россию из этой территории, да, так этого хочет и Турция, так этого хочет и Азербайджан, потому что нам это не надо. 30 лет это было. Так извиняюсь, сегодня кто ВДКБ и кто сегодня пророссийская стратегическая страна? Кто является военно-стратегическим партнером России на Южном Кавказе? Ни Грузия, ни Азербайджан, ни Турция. Так сказать, ну Турция все-таки не Южный Кавказ, да, опять же, поддерживаясь Азербайджан. Кто входит в ВДКБ? Армения. Где находится военная база? В Юмрии, Верибуни. Кто сегодня охраняет границы Армении? Пограмм войска и ФСБ той же России. И вы в этой ситуации, в этой ситуации, что будь то там определенные люди в той же Украине или здесь в Америке представители эстеблишмента, некоторые, начинаете говорить вот эти глупости касательно агрессии. А какая это агрессия, если Азербайджан выполняет международное право, это территория Азербайджана? Почему тогда Украину агрессором никто не называет касательно Донбасса, касательно Харькова, касательно Херсоныча? Это же территория. Только агрессором вас называют кто? Россия. Точно так же Армения может нас называть агрессорами. Это их дело. Мы их можем называть. Но мировое сообщество, включая тоже Украину, они же должны понимать, что там происходит. Мы же не должны исходить из симпатии-антипатии, но это в результате приводит вот к таким негативным последствиям. Я к тому говорю, чтобы в резюме завершая, да, то есть визит, это чисто пиар. Он никаких последствий иметь не будет. Могу вот здесь опять же эксклюзивно вам так же сказать, завершить, что если, если Армения, если Пашинян, вот то же заявление, что он сказал два дня тому назад, я готов подписать эту бумагу. Если он на это не пойдет, от слов не пойдет на реализацию, я вот вам здесь говорю, и вы увидите, будете живым и свидетелем. Эскалация будет продолжаться. Сегодня появилась информация о том, что палата представителей США выдвинула резолюцию, которая осуждает действия Азербайджана и поддерживает территориальную целостность Армении. Как бы вы это прокомментировали? Насколько есть перспектива этой резолюции быть проголосованной? И что тогда? Вы знаете, эта резолюция мне напоминает резолюцию, которую они принимали против Турции касательно так называемого геноцита в Османской империи столетней давности. Ну вот они регулярно ее принимали 24 февраля, апреля, когда приходила вот эта дата, или же когда были выборы в Конгресс, или же выборы президента. И какому результату это дало? Что это сделало такое в предметной плоскости? Это обычная декларация, которая используется как пиар для того, чтобы ну вот эти голоса этих избирателей, которые там, чтобы они голосовали, я же конгрессмен, вы мне сказали, я пошел это сделал, я пошла это сделал, вот голосуйте за меня. И так это будет. А в предметном сухом остатке это не даст ничего. Да, конечно, это вызовет дополнительный антиамериканизм в том же Азербайджане, потому что Азербайджан будет видеть несправедливость в этом вопросе. Если вы говорите, что вы поддерживаете территориальную целостность Армении, вполне логично задаться вопросом, а почему вы не поддерживаете территориальную целостность Азербайджана, которая 30 лет была оккупирована, и вот Нагорный Карабах в том числе. Почему за 30 лет ни Ненси, Пелоси, ни все остальные, вот простой вопрос, задайте вы, почему не приняли резолюцию о том, что вот эти 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, Лачин, Забраил, Кельбаджар, Губатлы, Агдам, Физули, вот эти все районы, территории, они это все сами признают. Почему ни одной резолюции не приняли? Поэтому это говорит именно о том, что вот эти двойные и тройные стандарты, поэтому на это реагировать не надо. И то, что Азербайджан 26 лет ждал в расчете на то, что вот эти переговоры к чему-то приведут, вот так же, как и вы, 8 лет, вы не ждали, да, то есть вы понимали, что эти переговоры, Минские соглашения ни к чему не приведут. Единственный результат нам может быть капитуляция ваша, да, если вы подпишете, на вас давили и на Азербайджан давили. Но вы поняли, что это то, что ушло с кровью, как говорят в Азербайджане, возвращается только с кровью. И Азербайджан то, что ушло с кровью 30 лет назад, вернул это с кровью. И просто там осталось кое-что, что надо еще так же вернуть. И Азербайджан хочет это сделать политическим методом. Для этого ездят в Брюссель, и для этого 4 раза встречались они. И Шар Мишель для того и говорил открыто, подписывайте, кончайте это. И это обращение было в той же Армении, потому что и Евросоюз, и определенные силы в коллективном Западе хотели бы выдавить Россию с региона. И так, Россия тут мутит, да, воду все это время. То есть кунут и пряник на эти обе страны. Если вы хотите тему эту закрыть, значит, нужно нормализовывать отношения. Значит, что нужно для этого? Перестать иметь территориальные претензии друг к другу. Значит, Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном, мирный договор с той же Турцией. И Азербайджан и Турция к этому готовы. У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Азербайджан говорит, отстань от нашего Нагорного Карабаха. Это наша территория. Мы тебе дали, вот мы договор подписали два года назад. Мы тебе дали Лачинский коридор, для того, чтобы вы оттуда ездили. Мы пока там ее не контролировали. Договор был на три года. Мы в обходную дорогу вам построим. Вот по этой обходной дороге вы будете ездить. А со стороны Зангизура, через Сюник, вы нам дадите дорогу в Нахичевань. То есть у вас анклав в Карабах, вы хотите к своим ездить, мы отсюда будем ездить. Азербайджан свою часть договора за полтора года выполняет. Посмотрите, какая высокоскоростная по высшему разряду, по всем стандартам. Дорога построена. Она сегодня не контролируется никем, кроме российских миниатурсов. Азербайджан говорит, вот езжайте, но построите, там 44 километра им надо построить. Постройте теперь дорогу, для того, чтобы азербайджанцы могли ездить тоже на Нахичевань. Между Азербайджаном и Нахичевань, там 44 километра перешлить. Постройте ее, чтобы спокойно ездили. И два вопроса. Или же азербайджанцы будут ездить без проверки, оттуда туда, и вы также будете ездить без проверки. Или же вы, если там поставите таможенный пуст, пограничный пуст, например, для азербайджанцев, и Азербайджан также нам это поставит. Они не идут на это. Вопрос простой. У нас нет к вам претензий. У вас к нам зачем претензии? А у вас претензии, вы говорите, нам нужен статус Карабаха. Вам нужен статус Карабаха, значит, Азербайджан создаст какой-нибудь Карабах на вашей территории под названием Зангизор, и скажет, а теперь нам нужен статус Зангизора. Вы этого хотите? Азербайджан поэтому говорит, давайте подписать мирный договор, где первым пунктом будет написано, у нас нет территориальных претензий друг к другу. Вот проблема. Где? Собака в этом Зараде. Это, грубо говоря, вы завтра с Россией закончили войну, вы победили, освободили Крым и Донбасс, вы хотите заключить договор с той же Россией. А Россия скажет, нет, заключите там пункт, что Крым и Донбасс, это особый случай, им нужен определенный статус. Вот такого типа разговора. И вы пойдете на это, после того, что вы увидели в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, вот сейчас в Изюме и везде, то вы на эту кровь положили. Азербайджан огромное количество жизней положил и в Первой Карабахской войне, и во Второй Карабахской войне. Я не думаю, что кто-то в Азербайджане, будь то президент республики, или кто-то, любой политик, который занимается, сегодня сделает шаг назад. Потому что по международному праву это все территория Азербайджана. Азербайджан границу хочет с вами утвердить. Границу, более того, говорить на основании карт международных. Вот они есть в Организации Объединенных Наций. Пускай он придет, пускай кто хочет придет, как гарант, и будем эту деморкацию делать. Вот так же, как в будущем, и вы будете ее делать между Россией и Украиной. Потому что у вас граница бесхозная 8 лет. Теперь как эта граница будет проходить? На основании каких карт? Русские скажут, на основании карт Екатерины, которая в свое время захватила этот полуостров. Нет же, мы будем говорить на 25 декабря 1991 года. То есть международное право так это трактует. А если мы будем исходить с того, что симпатия антипатии, как я это вижу сегодня, например, и на ваших многих каналах, да, это, извиняюсь, ни к чему хорошему не приведет. Господин Юнус, теперь, если позволите, немножко об интересах крупных государств. Что происходит в регионе? Потому что очень интересно посмотреть, каково влияние России сейчас на регионы, в чем она заинтересована. Почему Штаты заинтересованы в этом регионе? Или не заинтересованы? Или стали более заинтересованными? Насколько влияние в регионе важно для Турции? Ну, и еще, конечно, один участник – это Иран. Потому что, если так вот почитать высказывание президента Ирана, то создается такое впечатление, что, конечно, он за переговоры, но все равно он как бы подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, добавив, что вопрос безопасности Армении важен для Ирана. В какой-то момент даже была информация, возможно, вы ее еще сопровергнете, но я в многих источниках читала, что Иран чуть ли не концентрирует какие-то войска на границе. Поэтому, насколько вот вся эта история, весь этот конфликт и трагические отношения между Азербайджаном и Арменией могут перерасти в какой-то более глобальный конфликт, потому что сейчас мы видим, как уже как-то подтягиваются и другие участники, как все это. Очень хороший вопрос. Вот опять же, да, мы говорили о том, что Россия и Армения военно-стратегические партнеры в рамках ОДКБ. Кто вторая страна, которая поддерживает очень предметно и конкретно Армению в этом регионе? Иран. Задайте с вопросом, да. Иран и Россия являются стратегическими противниками Запада, в первую очередь США. У них в доктрине коллективной безопасности. И эти две страны поддерживают Армению. Поэтому Армения токсичная для Запада. Но несмотря на это, вот эти лобби во Франции и лобби здесь в Калифорнии вот проталкивают вот эти нарративы. Но эти нарративы, они в предметной плоскости не будут иметь никакого результата и на общественное мнение в том числе. На общественное мнение в определенной категории они влияют. Но в реалии, в реалии политики на Западе, та же Урсула фон дер Лейна не просто так прилетала в Баку. Потому что они понимают, что, как вы говорите, идет наращивание. Все готовятся. Все готовятся. И в ШОС, это очень хорошо проявилось. Вот все страны, которые вы перечислили, и Иран там был, и Китай, и Индия, и Турция, и Азербайджан, должен был приехать сам Пашинян, но он не приехал, хотя он во Владивосток до этого ездил. Но он сослался на то, что ему нельзя покидать страну, потому что напряжение такое. Все может быть. И переворота боится, и многих других моментов. Но остается фактом, что то, что произошло в последнее заседание ШОС, и вот эта фотография историческая, она очень наглядная фотография. Посмотрите во главе... Да. Почему она историческая, почему она наглядная? Во главе стола, восседая, сидит президент Турции. Не президент России. Президент Турции. Президент Турции ШОС не создавал. ШОС создавал президент России. И вот эти люди, которые там... Посмотрите, где сидел президент России. Справа Имам Али Рахмонов, слева Лукашенко. Рядом с Лукашенко президент Ирана. На диване. Посмотрите, как они все смотрят в этой ситуации на президента Турции. А рядом с президентом Турции сидит президент Азербайджана. То есть рассадка так просто не происходит. Везде за такими вещами надо следить, надо понимать. И вот эти люди пришли туда. В моем понимании ШОС это напоминает, картина была бы, подготовка к дележке шкуры неубитого медведя. Все пришли посмотреть на этого медведя. Тем более они Россию называют официально медведя. И они сами соглашаются. Медвед умер или нет? Медвед раненый или нет? Или раненый смертельный или он стоит еще на ногах? Потому что все эти люди, все эти политики, и китайские политики, и Сиди Пинь, и Нарендра Моди, и Иран. То есть все, да, и Турция. Они все видели его. И вот эти постсоветские лидеры, они видели Путина на протяжении 20 лет. В разных ипостасях. И они все время видели, что мачо. Вот такой 2008 год, и 2014 год, и Сирия. Все. Они это видели. Сейчас другая ситуация. И теперь они хотят посмотреть, насколько он твердо стоит, насколько он уверен. Он это же понимает. Все через рентген там проходит. И как это будет выглядеть. И было видно, посмотреть, как он заискивал перед лидером Китая. Какие комплименты он ему давал. А лидер Китая ничего ему не говорил. Точно так же и с Индией. И вот потому что идет... Вот эти все страны сегодня используют его точно так же. Например, Китай и Индия за полцены покупают газ и нефть. То есть это им выгодно. Поэтому они наблюдают. Им выгодно это противостояние Запада и той же России. Потому что ослабление и Запада, и России усиливает их позиции в том или ином регионе. Особенно вот в этом регионе Шосса, где они находятся. У Китая планы насчет России, Дальний Восток. Это все... Вы видите, какая там экспансия идет. У Турции планы на весь тюркоязычный мир. Начиная с Черного моря и кончая Средней и Центральной Азии. Включая Южный Кавказ. Включая Ближний Восток, Сирия, Ливия. Это все. Везде там Россия. Значит, ослабление России выгодно Турции. Ослабление России выгодно Китаю. Ослабление России выгодно Индии. А вот эти постсоветские князьки, посмотрите, многие из них боятся. Они боятся. Азербайджан уже не боится. Азербайджан сидит рядом с Турцией под зонтиком. А эти же находятся под зонтиком, находились под зонтиком России все время. Но теперь единственный, кто более-менее уверенно сидел, Такаев. Потому что Такаев, как будто бы он уже тихо-тихо накрывается зонтиком того же Китая. И поэтому Такаев уже начинает делать определенные телодвижения в сторону Азербайджана и в сторону Турции. Заметьте, в последнее время вот эти встречи, разговоры и вот эти стратегические заявления, подписания определенных важных документов. И я далеко не удивлюсь, что придет то время, когда и появится какая-нибудь Шушинская декларация и между Турцией и Казахстаном в том числе. Я уже не говорю, и Азербайджан будет присутствовать в этой политической игре, будет играть свою определенную роль. То есть это тоже надо наблюдать. Что касается Ирана, Иран, конечно же, не заинтересован во всем этом. Потому что Иран исторический, исторический, противник той же Турции. Снизу Саудовская Аравия, суниты, шииты. Исторически они ненавидят друг друга. Помимо экономических там этих взаимоотношений, то есть Саудовская Аравия, Иран, Ирак, это тройка самых нефтегазоносных стран на планете. Вы видите, какие игры там идут на Аравийском полуострове. Тот же Йемен, этот шиитский треугольник. В Сирии что происходит? Кто в Сирии сегодня друг другу противостоит? С этой стороны Турция, с этой стороны Россия и Иран. Заметьте, в этой ситуации Израиль пошел на налаживание взаимоотношений с Турцией. Восстановили полностью посольство. Послы вернулись. Все остальное полностью восстановлено. Все то, что было раньше между Турцией и Израилем. Почему бы это? К чему готовиться? К чему готовиться все же может быть? Поэтому, как вы говорите, да, эскалация на границах с Азербайджаном. Уже не первый раз идет подготовка. Как только вот эта война началась, там Иран начинал делать эти телодвижения. Вспомните военные учрения, которые были несколько месяцев тому назад точно так же. Потому что по мере эскалации между Арменией и Азербайджаном все заинтересованные страны в этом регионе, которые до этого играли определенную роль, они также начинают проявляться. Но уже Россия так не проявляется, потому что Россия сегодня зависит и от Турции, естественно, значит, от Азербайджана. И поэтому Россия так себя и ведет. Раньше Россия так себя не вела. Одним телефонным звонком, заканчивайте базар. Все, положил трубку, тема закончилась. 30 лет так было. Сейчас это уже не работает. Это может сказать, например, президент Турции, позвонив в Азербайджан. А президент России может это сделать, позвонив в Ереван, но в Баку он не может, потому что он крышует Армению. Он крышует Армению. А да, Турция крышует Азербайджан. Не надо это скрывать. То есть это есть. И поэтому они напрямую и контактируют. Встречаются в Тегеране, они встречаются в Сочи. Определенные договоренности есть, определенные красные линии какие-то есть. Но они стратегические противники. Это надо понимать. И вот Украина через эту призму должна тоже вот анализировать вот этот ШОС. Кто там у нее потенциальный союзник, кто там у нее потенциальный противник. Конечно, у нее потенциальный противник это Россия. И те, кто поддерживает Россию. Конкретно поддерживают военно-стратегически. Или же вот во время этого конфликта вообще не поддерживают. С 2014 года Украину не поддерживали. Посмотрите, кто это. Я точно знаю, что Турция и Азербайджан с 2014 года. А если быть точнее, с 1991 года. Да, между Украиной и Азербайджаном. С 91 года стратегические партнерские отношения. А Турция, заявление президенту Турции на крымской платформе последнее. Вот это такое программное заявление. Это же не просто так заявление. Турция ждет, когда вы приблизитесь. Когда приблизится день деоккупации того же Крыма. И тогда Турция, естественно, будет уже совершенно более жестко уже говорить на эту тему. Потому что Турция с первого дня не признает это. Но тема Крыма еще на повестку дня не пришла. Вот точно так же, как говорят, да. 300 километров оружие вам еще не пришло время вам давать. Поэтому вам пока дают на 70. Вот вы решите проблему на 70 километров. Потом вы получите оружие на 100 километров. Потом на 150. Но иногда мы видим то, что происходит в Крымском аэропорту. И специалисты говорят о том, что по воронке и по глубине это как будто бы на 300 километров было оружие. Значит, тогда была такая задача поставлена, это сделал. Мне лично все равно. Пускай это знают об этом американское политическое руководство и ваше политическое руководство. Да, и Зеленский, и Залужник. Все это пускай так и будет. Общественно пускай смотрят на конечный результат. Вот как мы все готовились к Херсону, а получилось, что мы получаем освобожденный Харьков. А какая нам разница? Нам нужен и Харьков, нам нужен и Херсон, нам нужен и Луганск, нам нужен и Добанск. Нам нужна вся территория, да, и Крым. Мы должны идти. То есть мы должны доверять в этом вопросе политическому руководству. У меня это доверие сегодня есть. Я не смотрю вот на это. Вот то, что вот возмущение вызывает у людей, да, вот я вам давеча сказал, у моих земляков там в Азербайджане они ко мне обращаются. Это не меняет моей позиции, опасательно вас, Украины, и моей позиции защищать Украину. Потому что я знаю, что это тема, тема геополитическая. Вы воюете из Азербайджана точно так же. Просто многие этого не понимают. Но я-то понимаю, обыватель может это не понимать, и этому обывателю вправляют специально мозги определенные силы, которые заинтересованы эти нарративы проталкивать там. Вот это надо очень внимательно понимать. Слово не воробей. Одно дело, это сказал какой-то человек неуважаемый, это не пройдет. Но я никогда вот, вот видите, я как уважительно сказал, да, кстати, на господина Данилова. Потому что он делает правильную работу, он защищает Украину. Но просто просьба, следите за словами. Это будоражит общественное мнение Азербайджана. А вам не нужно сегодня, чтобы в Азербайджане появились какие-нибудь антиукраинские настроения. В Азербайджане 24 февраля, когда началось, стотысячный митинг был перед посольством Украины в поддержку Украины. Вот вам что надо. Поэтому вы должны понимать, что кто-то что-то может сказать. Иногда случайно неправильно обряненное слово, особенно если это официальные люди. Поэтому я точно знаю, что президент Зеленский так не думает. Я знаю, что его команда так не думает. И касательно той же Турции. Поэтому президент Зеленский, как принимал руководителя Байрахтара, и вручал ордер. Я прекрасно понимаю, какие идут отношения между Турцией и Украиной, Украиной и Азербайджаном на высшем политическом уровне. Здесь проблем нет. И поэтому я здесь с вами в окопе. Понимаете? И азербайджанский народ точно так же. Точно так же, как и Турция. Я знаю стратегический интерес этих двух стран. Теперь касательно Америки. Я вот это вижу, и я понимаю, что сегодня Америка заинтересована в выдавливании России из этого региона. Кто мешает? Иран, конечно, мешает. Иран не заинтересован в этом. Потому что, когда это все закончится, начнут заниматься Ираном. Начнут заниматься Ираном. И кто будет заниматься тем же Ираном? Азербайджан, Турция, Израиль, Саудовская Аравия. Вот она в таком окружении. Кто будет поддерживать? Тот же Иран. Кто? Россия? Россия, дай бог, кости собрать после Украины. Неизвестно же, что там будет. Поэтому Иран это все понимает. Иран сегодня старается как-то вылезти из этой ситуации с меньшими потерями. С одной стороны, заметьте, Иран, который поддерживает Армению, поставляет беспилотники той же России, чтобы они бомбили вас. Это же надо понимать. Но для чего это делается? Это же не в таком количестве сказать, что это решит судьбу войну. Но сам факт того, что Иран это делает, может, Иран продает себя. То есть, возьмите, закройте эту ядерную сделку, откройте банковские счета, помогите мне стать финансово на ноги. И после этого я не буду так вести себя агрессивно в этой территории. То есть, Иран тоже хочет как-то сохраниться. Потому что Иран понимает, что ежели он здесь поведет себя неправильно, в конечном итоге займутся тем же Ираном. Поэтому Иран идет в этот ШОС. Но Иран уже там не делал таких анти американских сильных заявлений. А Иран в основном молчал. Вот на этой встрече молчал. Потому что сегодня наезд идет на Россию. А в основном все остальные они ждали. Они не знают, что будет. Потому что вот эти все страны, которые собрали ШОС, они не знают, чем это... Нет, может быть, они это знают. Потому что у них есть исторические примеры. И они понимают, что ежели этот медведь свалится, его свалят, значит, следующими будем мы все. Ну, Китай стоит на ногах твердо. Индия точно так же стоит на ногах твердо. А Иран стоит на ногах твердо. Я не думаю, потому что в Иране самом половина общества против данного режима. За границей вы видите, какое отношение к тому же Ирану. Значит, займутся и ими точно так же. Поэтому мы должны... Вот это геополитика. И вот в этой геополитике такие маленькие страны, как Азербайджан, Армения, они должны понимать, какая идет игра. И я просто уверен, что мирный договор сегодня выгоден не только Азербайджану, Грузии, но он выгоден и Армении в том числе. Потому что если Армения не пойдет на подписание мирного договора, есть угроза потери армянской государственности. Господин Иванович, последний вопрос. Если представить себе на секунду, что был бы какой-то общий интерес Армении и Азербайджана, вы уже стали нам немного говорить, который мог бы все-таки привести к заключению мирного соглашения. Что я имею в виду под общим интересом? Ну, я не знаю. Какие-то логистические связи, какой-то экономический, если будет заключено, какие-то экономические новые возможности, какая-то возможность самостоятельно определять судьбу региона. Вот насколько существуют сейчас какие-то весомые причины и аргументы, которые могли бы привести к мирному договору. Кроме, конечно, я понимаю, о чем вы говорили. Все, о чем вы говорили. О территориальной целостности, о суверенитете, о многих-многих вещах. Но вот есть ли какие-то очень прагматичные, практичные вещи, в которых были бы заинтересованы все страны-регионы, можем и грузии сюда добавить? Почему? Хороший вопрос. Я думаю, об этом премьеру Армении в Брюсселе за эти четыре встречи уже много раз говорили. Ну, если по-простому сказать, план Маршала для Южного Кавказа, для Азербайджана, Грузии и Армении. Восстановить. Вот мирный договор. Хотите мирный договор, да? Вот Азербайджан сегодня. Вы видите, как восстанавливают вот эти оккупированные территории. Аэропорты строят, дороги строят, инфраструктура развивается. В 30 лет это было под оккупацией. Они превратили это вот то же самое на Абхазию посмотрите, то же самое на Донбасс посмотрите, в каком это состоянии. То есть там, где Россия, результат такой же. Там же вот Россия с Арменией были на этих оккупированных территориях. Если Европа, а Европа это предлагает, Европа хочет вкладывать деньги вот в эту инфраструктуру. Европа хочет из этой всей территории, чтобы было так, как сегодня в Аджарии. Вот Аджария со столицей в Батуми, да? Посмотрите, в каком столице. Я не знаю, вы там были? Если не были, я вам советую пойти посмотреть. Вот Аджария в таком состоянии, это результат того, что стратегическое партнерство Турции, Грузии, Азербайджан. И вот эти все логистические пути, они проходят через Грузию, Азербайджан, Грузия, Турция. То есть это все работает. Когда что-то логистическое, экономическое, деньги двигаются туда-сюда, товарооборот, вы понимаете, слева-справа все это начинает обогащаться. Гостиницы строятся, дороги строятся, вся инфраструктура развивается. И вот результат того, что это в Батуми. Вот это все можно сделать в Южном Кавказе. Мини-евросоюз можно построить. Мини-евросоюз можно построить. Но для того, чтобы его построить, сначала нужен мирный договор. Нужно отказаться от территориальных претензий друг к другу. Здесь нужна политическая воля. Здесь нужна политическая воля какого-то игрока, которого будут все слушаться. Азербайджан с Турцией. Азербайджан слушается. Турция игрок в этом регионе. Азербайджан доверяет в этом вопросе только Турции. Турция член НАТО. Член коллективного Запада. У нее есть сложные отношения с другими странами. Там в том же коллективном Западе. Так они сами друг с другом вы видите тоже в коллективном Западе и в НАТО. Касательно даже вас. По сегодняшний день лебед, рак и щука. По многим вопросам. Единственное, кто четко стоит на вашей позиции, это англосакция. Великобритании, Соединенные Штаты. К ним претензий нет. Ну и плюс Новая Европа. Ну у Новой Европы таких рычагов влияния нет. И у них нет таких денег. Деньги есть у Старой Европы. Старая Европа это Германия, Франция, Италия. Они могут этим заниматься. Шарль Мишель как будто бы начал эту инициативу. Для того, чтобы это сделать, и вот для того, чтобы этот Пашинян подписал эту бумагу, которую он сказал, я готов подписать. Ему же это не просто так. На него же кто-то давит. На него же не только Азербайджан с Турции давит. А что он ездит в Брюссель? Он в Брюссель для того и ездит. Потому что там об этом и говорят. Подписывайте мирный договор, закрывайте это всем, потому что все это в результате Россия оттуда уйдет. У России не будет причин там находиться. И Россия, когда оттуда уйдет, деньги пойдут туда. Деньги пойдут туда, и это начнет работать. Это начнет работать в Советском Союзе. Вы же жили вместе? Ну, денег не было, так скажем. Плановое хозяйство было. Поэтому это было на уровне Советского Союза. А здесь это будет на уровне Евросоюза. Это будет Куландайк. Можно это сделать? Потому что здесь все есть для этого. И нефть есть, и газ у Азербайджана, и дороги очень важные, начиная с Китая и до Европы. Это все будет работать. Все заинтересованы в этом. Просто нужна политическая воля. Поэтому вот идет эта тема мирного договора. А мирный договор, он не такой же сложный. Здесь просто надо отказаться от территориальных претензий к друг другу. Все. Если это произойдет, я уверен, в историю тот же Пашинян, может быть, определенные вот эти националисты будут называть его предателем. А когда пройдет время, там 10-20 лет, и когда это зацветет, вся эта территория, и тогда проблем никаких не будет. И они спокойно также смогут ездить по этой новой дороге и по другим дорогам, куда хотят. И включая в тот же Карабах, где, ради бога, живите эти армяне. Вас никто оттуда не выгоняет. Единственная претензия. Кончайте эту бодягу с этим Арцак-Марцак, со всякими этими дурацкими аббревиатурами. Это территория Азербайджана. Донбасс – это территория Украины. Крым – это территория Украины. Это международное право. Вот если жители Донбасса, в Крыму, вот те, которые попали, заложниками стали, или просто вынуждены были жить в этой ситуации, они это поймут. Как только Россия оттуда уйдет, произойдет реинтеграция. Ну, коллаборантов почистят, многие процессы. Реинтеграция нужна. Потому что жили же они до этого спокойно в этой стране под названием Украина. И эти жили там. Реинтеграция, она когда может хорошо проходить? Когда огромные деньги? Посмотрите на Югославию, Косово, Сербия, Босния, Герцеговина. Там иногда спорадически проявляется. И опять же, те, кто заинтересованы, в первую очередь Кремль заинтересован в противостоянии той же Сербии и того же Косово. Когда политика идет впереди, сзади идут деньги, тогда происходят такие конфликты. Когда впереди идет экономика, деньги идут впереди, а политика уже отходит на задний план. Тогда уже проблем нету, нечего делить. Тогда проявляются открытые границы, тогда проявляется бизнес и все остальное. Тогда нечего делить. Надо к этому стремиться. Но для этого нужна политическая воля. Господин Юнус, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время. У меня большая просьба. Задержитесь, пожалуйста, после эфира на 10 секунд. Я буду вам очень благодарна. Спасибо большое. Хорошо. Берегите себя. Слава Украине. До побачивания. Героям слава. Спасибо большое. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует...